Всем привет! Вы вновь на моем подоканале, где я рассказываю и показываю реальные случаи из моей практики. Меня зовут Татьяна Пак, владею центром подологии в городе Красногорск Московской области. Вашему вниманию хочу представить сегодня очередную свою работу по обработке натоптышей и стержневых мозолей. Вы видите, что уже я приступила к началу своей работы. В самом начале видео было видно, что стопа очень деформирована, имеет множество проблем. Холюсвальгусное искривление плюс деформация 2, 3, 4 и 5 сустава. И именно образование стержневых мозолей, натоптышей, амазолелостей показывает то место, где есть то самое деформация сустава на плюсно-фаланговой зоне. Первый бескорневой натоптыш я решила обработать вот таким вот способом, методом послойного срезания. И напоминает мои действия, как слайсером нарезать тоненько колбасу. Ну, может быть это очень грубое сравнение, но почему-то первая мысль у меня пришла именно такая. Вернемся к нашей обработке такого вот натоптыша. Почему я выбрала именно такой вот способ обработки послойного срезания, послойно-тоненького срезания. Когда работаю скальпелем, слой за слоем работаю по ороговевшей коже, то есть я саму ороговевшую кожу послойно снимаю. И приближаясь к здоровым тканям, это уже проглядывается невооруженным глазом. Вы видите, что появилась розовая кожа, а значит, что амазолелость практически убрана. Остается такую мозоль доработать песочным колпачком, зашлифовать, этого будет достаточно. То есть такая мозоль я убираю именно вот таким вот способом. Акцентирую внимание на то, что стопа пациента очень расслаблена. Это говорит о том, что в данный момент пациент никакого дискомфорта не ощущает. Помимо визуальной картины, я еще и пробую на тактильные ощущения. То есть таким вот способом продавливания я чувствую пальчиками, я чувствую, есть ли еще ороговевшая кожа. Убедившись, что все хорошо, все мягко, я дорабатываю последние штрихи от бывшей уже амазолелости. И приступаю ко второй мозоли, только уже стержневой мозоли. Если первая была амазолелость в виде плюшки, то это уже стержневая мозоль. Она имеет такое вот углубление в виде корешка, который утопает глубоко куда-то в кожные структуры. По ощущениям, такие вот стержневые мозоли намного болезненнее и боль в виде такой вот простреливающей, острой колкой боли. Это говорит о том, что такая мозоль имеет корешок, давящий куда-то точечно, давящий куда-то вот в какое-то нервное окончание. На сегодняшний день медицина, парамедицина может предложить несколько видов обработки вот таких вот стержневых мозолей. В медицине могут предложить метод лазерного удаления. Минусы этой процедуры в том, что очень травматичная методика, после которой идет долгий восстановительный процесс. Мастер салонного педикюра высверливает такую мозоль фрезой. Работая вслепую, ориентир держит на ощущения пациента. Специалист, владеющий подой методикой, а именно умеет специальным инструментом вырезать корень мозолей, и при этом он видит, что делает. Вот на данном видео вы можете почувствовать, что работая с этой мозолей, я вижу, куда я направляю инструмент, где залегает корень, успешно его извлекаю. Обязательно пальпирую обработанное место, убеждаюсь, что корешка нет. На месте стержневой мозоли кожа стала значительно мягче. Дорабатываю остаточные мозольные массы скальпелем в виде слайсера. Нарезаю омазолелость такими тоненькими пластинками. Тем самым я могу контролировать, что я приближаюсь уже к здоровой розовой коже, и здесь мне нужно работать очень-очень аккуратненько, так как уже все близко. И возвращаюсь к изначальной форме стопы. Вы видите, насколько ножка данного пациента имеет сильные деформации. Это сильно выступающая косточка на первом суставе. И там, где есть деформация сустава, в этом же и месте образуется амазолелость, либо стержневые мозоли, если давление очень-очень сильно в определенной точке. Мой разбор по данному случаю уже подходит к концу. Я заканчиваю процедуру. Поставьте лайк, если видео вам понравилось и зашло. Ну, либо дизлайк и поясните почему в комментариях. А мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока-пока!